Россия не ведет войну с Украиной. Этой цели нет и никогда не было. Губернатор Амурской области в Селеграм-канале опубликовал свою позицию о ситуации на Украине. Василий Орлов отметил, что полностью поддерживает решения президента и принимаемые меры. Также глава региона подчеркнул, спецоперация, которую проводят вооруженные силы России – это вынужденная мера для защиты людей от геноцида, от зачистки несогласных с режимом. Все знают, в каком страхе были вынуждены жить люди долгие годы. Как притеснялись все, кто стремился сохранить русский язык и вести диалог с Россией, написал Василий Орлов. Сейчас среди украинской армии все больше людей осознают ошибочность действий своих командиров и их неправоту. Многие сдаются и переходят на нашу сторону. Мы с уважением относимся к ним. Они увидели, что стали разменной монетой в информационной политике Зеленского. Единственное, что я не могу понять, почему Запад, который говорит о мире, толерантности, справедливости, все эти годы закрывал глаза на ужасы Донбасса. Почему никто не пишет постов о бомбежке ДНР и ЛНР, которая происходила до момента нашей помощи. Ответов никто никогда не получит. Сегодня единственное, о чем я хочу вас попросить – не дайте себя обмануть. социальные сети наводнили фейки, которые стремятся пошатнуть наши убеждения, дискредитировать наших военных, опорочить их. Руководитель региона добавил, российские военнослужащие героически исполняют долг, самоотверженно защищают детей и стариков, тех, кто не может противостоять этой несправедливости. Пять часов за столом переговоров. Встреча представителей России и Украины прошла 28 февраля. Были определены приоритетные темы для диалога и намечены по ним решения. Стороны объявили о том, что это только первый раунд переговоров. Следующий, как ожидается, пройдет в ближайшие дни. На польско-белорусской границе, сообщил помощник президента России Владимир Мединский. В Амурской области ежегодные весенние ограничения в этом году коснутся транспорта весом более 12 тонн. Ранее мера действовала для тяжеловесов с нагрузкой на ось более 6 тонн. Также Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона разработан приказ о поэтапном введении ограничений для большегрузов. Первый – в южных районах с 15 марта по 13 апреля. В северной части региона правила вступят в силу с 1 по 30 апреля. Приоритетные задачи на 2022 год и инвестиционный климат на Дальнем Востоке. Эти и другие темы обсудили на совещании, которое провел заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев. В работе форума принял участие губернатор при Амуре Василий Орлов. По итогам прошлого года Амурская область заняла 14 место в рейтинге Агентства стратегических инициатив. Все крупные инвестпроекты реализуются в графике. Сформирован пул из 58 перспективных проектов на 432 миллиарда рублей. С текущего года при Амуре вошло в топ-30 пилотных регионов по созданию системы запуска и сопровождения инвестпроектов. предприятия создаются рабочие места, ведётся строительство социальных объектов и поединой субсидии в рамках национальных проектов. Подробнее об этом и многом другом корреспонденты Амурского областного телевидения расскажут в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00.